Молитва Давида «Услышь, Господи, правду! Внем ли воплю моему? Прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возряд очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, спаситель уповающих на Тебя, от противящихся деснице Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не зложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не зложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи. От людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я вправде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Давид вел праведную жизнь, исследовал всем Божьим заповедям, но все равно оказался в печальных обстоятельствах. Враги окружили его и ждут любой возможности низвергнуть его. И только Бог может отомстить за него. Страдания Давида выплескиваются в отчаянные мольбы о том, чтобы Господь услышал его. Мы тоже иногда чувствуем духовные атаки сатаны, ощущаем себя уязвимыми, окруженными, запертыми в западню, на волосок от смерти. Однако Божье Слово говорит нам, что великая любовь Бога способна творить чудеса для тех, кто ищет у него защиты. Он защищает и охраняет свой народ, потому что любит нас. Мы зеницы его ока. Неважно, с какой опасностью мы сталкиваемся, Бог всегда готов защитить нас, и у Него есть ответ. В нужное время Он придет и явит свою силу. В каких ситуациях вы чувствовали себя в западне, и как Бог спас вас? Как вы думаете, что Он чувствует, когда вы взываете к Нему о помощи, и как отвечаете? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok